Вячеславу Урсу и его жени Лидии по 46 лет. У них столько детей, сколько редко увидишь в одной семье. 18. Двое из них – близнецы. Перечисление могло бы ещё продолжаться. Просто самые маленькие ещё с трудом выговаривают свои имена. Я родила их всех естественным путём. Всех родила здоровыми. Они все рождены от любви. Мы всех приняли с радостью. Самому младшему Матвею всего месяц, а старшему Николаю уже 26 лет. И он последовал примеру родителей. Николай уже отец четверых детей. Если Бог дал, почему бы и нет? Меня не пугает этот факт. Мать 18 детей всегда заботится о своих чадах. Первого Анна родила в 19 лет и с тех пор практически. Каждые полтора года рожала ребёнка. Еда, которую я готовлю им в школу, они накормлены, ухожены, чистенькие. Когда они приходят со школы, знают, что не только мама должна готовить, и готовят себе сами. Маме на помощь приходят дочери. Я стираю одежду, убираю в доме, забочусь о маленьких детях и помогаю маме на кухне. Глава большой семьи Вячеслав Урсу говорит, что он всегда чем-то занят и днём, и ночью. Но когда он чувствует, что больше не может и хочет отдохнуть, он предупреждает жену. И делает перерыв не больше, чем на 20 минут, потому что больше и не положено. Мы с женой новорождённым спим в одной комнате. И когда ребёнок просыпается ночью и плачет, я просыпаюсь, чтобы моя жена отдыхала. Большая семья – большие расходы. Семья получает социальную помощь в размере около 9 тысяч леев в месяц. Семья справляется. Мы не можем жаловаться этого достаточно. Спасибо за то, что есть. Мы очень рады, что, будучи большой семьёй, мы можем помочь и другим тем, что у нас есть. Только за коммунальные услуги в летний период супруги платят 5 тысяч леев в месяц. Зимой эти расходы увеличиваются вдвое. Лидия Урсу говорит, что каждую субботу она печёт хлеб на всю семью. В семье Урсу в месяц уходит два мешка муки, то есть 100 килограммов, полтора мешка сахара. С одеждой и обувью дело обстоит немного проще. Вещи передаются от одного к другому. Иногда вещи сохраняются, иногда покупаем новые. В основном покупаем на гуманитарке. Семья живёт в двухэтажном доме, который им подарил пятый президент страны Игорь Дадон. Ещё год после этого я не мог поверить, что у нас наконец-то появился дом. Мне казалось, что я сплю. Хотя дом большой, в нём только одна ванная и один туалет. Поэтому члены семьи часто стоят в очереди. И очередь эта немаленькая. Я не думала о такой большой семье, но это то, что дано свыше. В старом семейном доме у супругов есть почти гектар земли, на которой они выращивают овощи и фрукты для своего стола. Также у них есть четыре коровы, которые дают молоко, 13 телят на продажу и 6 свиней на мясо. Лидия и Вячеслав говорят, что всегда хотели иметь большую семью. И хотя у них 18 детей, они не исключают, что родят ещё. Если будут ещё, то будут ещё. Если это последние, значит последние. Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. Это и день дружной и большой семьи Урсу из села Ермаклия. Светлана Торку, Дмитрий Паршуков, Акчент ТВ.